всем привет а вот вам еще одна очень интересная занимательная история помните вы в конце 2019 года там по моему в сентябре либо в октябре появилось видео где днепре патрульная полиция остановила автомобиль на котором якобы ездит там их местный генерал начальник главного управления национальной полиции днепропетровской области глуховеря да помните такого они остановили этот автомобиль а потом туда приехал корт ну их в общем-то задержал на стол почему не останавливайтесь четыре на столе я притормозил никого не его не притормозили надо совершать полную остановку шокера череда я еду до шефа сейчас не все равно куда вы едете давайте нормально общаться конструктивно без слова хрень и тому подобное не ругаюсь я двигаться машине быть так машине машине тихо такая была интересная движуха тогда был шум хай но за всем этим шумом и хаем упустили один очень интересный момент как потом выяснилось это видео попало в сеть только лишь спустя год после того как эти события произошли то есть сами сами эти события произошли еще в сентябре 2018 года и тогда этот момент ну вот лично я заметил и что я сделал я поначалу посмотрел на что же там вменяют этому глуховеря и увидел что ему вменяли тогда статьи которые некоторые из них подпадают под такое определение как тяжкое преступление и вот 22 января 2020 года уже у нас великое ужасное гбр заявляет о том что таки да глуховеря вручают подозрение по части 2 343 и по части 2 статьи 365 уголовного кодекса а это как раз тяжкие преступления и тут возникает вопрос а если видео попало в сеть только через год то возможно кто-то скрывал это видео и кто-то скрывал эти обстоятельства тогда я задался этим вопросом что я сделал тогда я написал заявление в гбр по статье 396 уголовного кодекса указав как раз то что есть все основания полагать что кто-то из системы национальной полиции а возможно и министерство внутренних дел совершил уголовное правонарушение по статье 396 а именно сокрыл тяжкое преступление прошло уже после этого получается месяца три и на это заявление гбр мне так и не ответила то есть вообще ничего понимаете а сейчас они вот хвастаются что они таки вручили подозрения и в общем то скоро дело пойдет в суд по глуховере но это же ведь не вся история есть ведь еще да как бы люди которые сокрыли это преступление вы же понимаете если корт задерживает патрульную полицию за то что те остановили водителя генерала то это чп ну как бы об этом докладывается наверх и там принимаются какие-то управленческие решения хотя решение сокрыть не должно было быть принято да то есть этому должна была быть дана соответствующая правовая оценка и лица должны были быть наказаны но дело сокрыли и она целый год там где-то где-то затихарилась в кабинетах каких-то и только потом появилось это видео и вот сейчас глуховерю хотят привлечь к уголовной ответственности и вот мне все-таки хочется чтобы нашли еще и тех кто сокрыл это преступление потому что ну поскольку есть так называемое единоначальния да там начальник управления там выше 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 а может быть преступление сокрыто где-то там на самом верху об этом не хотят подумать у нас в нашем великом и чудесном гбр не хотят по расследовать кто докладывал либо не докладывал а если не докладывал то почему а если докладывал то почему это вылезло только через год ну короче в том же самом порядке я публикую в ю тубе по ссылочке внизу будет заявление в гбр по данному факту и в фейсбуке отдельно тоже будет опубликовано опубликован шаблон данного заявления в гбр и очень хочется узнать кто же закрыл это преступление и кто целый год скрывал данное преступление от следственных органов все давайте пока 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 пока